МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как часто люди лгут? Оказывается, наверное, часто. Детектор лжи, изобретён специальный прибор, и даже существует Академия исследования лжи. Сегодня у нас в студии психолог Леся Сергеенко, руководитель Амурского центра детекции лжи и прикладной психологии из города Свободного. Она же является консультантом, психологом и полиграфологом. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас сегодня есть такие вот макромы, просто можно сплести из всего этого оборудования. На самом деле это и есть детектор лжи, правильно? На самом деле, открою вам небольшой секрет, детектора лжи как такового не существует, потому что инструментальная психология, она не оперирует такими понятиями, как ложь. Это прибор, который фиксирует показатели вегетативной нервной системы. Мы сегодня на мне испробуем, да, то есть много ли я лгу, что я лгу, и вообще... Я надеюсь, что не часто, но всё покажет наш прибор. Люди вообще много лгут? Начнём с того, что ложь — это определённые эмоции. И функция лжи заключается в том, чтобы адаптировать человека к окружающей его среде. На самом деле, правда, это же не всегда приятно, не всегда полезно для человека, и зачастую последствия от правды могут иметь катастрофические последствия. Когда человек скрывает информацию какую-то, значимую для окружающих, в его речи проявляются специфические паттерны. Ну, например, такие, как искажения, умолчания... Полуправда, говорят. Обобщение, полуправда, да, обобщение, ну и много ещё чего другого. Вот. Таким образом мы в этот момент можем наблюдать, как человек реагирует на стресс. Вот давайте объясним, как физически это, физическими законами, да, проявляется. Обязательным для регистрации считается верхнее и нижнее дыхание, влажность кожи, потоотделение. Кроме этого, фиксируются разные виды сердечного ритма, такие как пульс, артериальное давление, наполняемость кровеносных сосудов. Все эти датчики, они фиксируются на электронном носителе. Кто к вам обращается? Какие организации, либо частные лица? Обращаются чаще всего частные лица. Это в основном предприятия, это крупные хищения, мелкие хищения, но и встречаются и государственные организации тоже. Много ли обращений вообще? Вот свободный город, ну не такой большой, как Благовещенск, но тем не менее. Я понимаю ваш вопрос. Пятый, по-моему, пятый по счету город Благовещенск, в дальневосточном регионе, с населением 224 тысячи человек, если не ошибаюсь, да, конечно, имеет больше возможности, чем город с населением 55 тысяч человек. Но, тем не менее, несмотря на это, и несмотря на то, что информацию в прессе мы дали только сейчас, география нашей деятельности распространяется на территории всего дальнего региона, дальневосточного региона. И работаем мы на протяжении уже нескольких лет. Я уже являюсь постоянным членом Дальневосточной ассоциации полиграфологов. Кроме этого, на базе нашего центра этим летом открылось Амурское представительство Международной Академии Лжи. Страшно звучит, конечно, тем не менее. Тем не менее, совместно со специалистами Международной Академии Лжи мы разрабатываем очень серьезные проекты. Мы имеем возможность приглашать специалистов высочайшего уровня для расследования реальных дел в Амурскую область. Мы имеем возможность приглашать специалистов для проведения тренингов, обучения именно детекции лжи. Кому это надо? Кто это может? Я считаю, что это нужно практически каждому человеку, кто работает в области человековедения. Это педагоги, это следователи, это банковские служащие. Собственно говоря, все те люди, которые работают с людьми. Конкуренция у вас есть на Дальнем Востоке тогда? Я не успеваю ее отслеживать. То есть услуга востребована? У меня да. Хорошо. Нужно ли проводить сертификацию этого прибора, потому что это все-таки измерительный прибор? Обязательно. У меня, конечно, вызывают сомнения реклама полиграфов, которые продаются там за 100 тысяч рублей, там за 40 тысяч человека обучат всем нюансам полиграфолога. На самом деле это далеко не так. Прибор обязательно должен проходить техническое обслуживание каждые два года. А на полиграфолога где-то учат? Вот вы получили образование где? Если вы говорите, что за 40 тысяч там невозможно учить, а за сколько и где? Насколько я могу судить, сейчас полиграфологи обучают в разных учебных заведениях. Но лично я считаю, что самое лучшее образование можно получить только в специализованном центре, в специализированном центре, где, собственно говоря, и изготавливается этот прибор, где разрабатываются... А вы там получили? Разрабатываются, где я получила там, где разрабатываются методики для проведения обследований, собственно говоря, где находятся специалисты высочайшего класса, которые могут поделиться своим опытом. Образование получила я именно в таком специализированном центре. Являются ли результаты исследования какими-то вещественными доказательствами при расследовании какого-то дела? Вот как они, например, в следственном деле используются ли они? Конечно. С момента назначения специалиста, то есть когда выходит постановление о привлечении специалиста к расследованию дела, в силу вступает закон об уголовной ответственности по отдаче ложных показаний. И, собственно говоря, с этого самого момента заключение полиграфолога наравне с заключениями других экспертов, их, если я не ошибаюсь, более 4,5 тысячи вообще в принципе, то наравне с заключениями этих экспертов и принимается заключение как доказательство. А вы участвовали в расследовании каких-то уголовных дел? То есть вас привлекали как специалисты? Да, меня привлекали. То есть и результаты как раз были действенны, да? Конечно. Ну что ж, я сейчас предлагаю поменяться местами, теперь вы мне будете задавать вопросы. Вот это вот всё-всё наденем на меня, да? И посмотрим, насколько я правдивый человек. Значит, первый тест настройки, который обычно проводится перед любым полиграфологическим обследованием, это тест на имя. То есть когда мы записываем ваши реакции организма, когда вы находитесь в спокойном состоянии. Поэтому я сейчас буду называть много разных женских имён, в том числе ваше собственное имя Наталья. Ваша задача на все имена говорить правду. Я буду спрашивать, вас зовут Марина, вы говорите нет. Вас зовут Кристина, вы говорите нет. Но как только я спрошу, вас зовут Наталья, в этот момент вы должны меня обмануть и тоже сказать нет. Готовы? Да. Дыхание лёгкое, свободное, спокойное. Запись пошла. Вас зовут Нина? Нет. Вас зовут Диана? Нет. Вас зовут Марина? Нет. Вас зовут Наталья? Нет. Собственно говоря, вот этот тест, он является проходным. И по нему мы смотрим, сможет ли человек пройти обследование это или нет. То есть у меня действительно показал результат? У вас реакции очень здорово настроились на работу прибора, а прибор настроился на вас. Да, мы можем с вами провести полноценную трёхчасовую проверку с предъявлением каждого теста не менее трёх раз. То есть меня зовут Наталья всё-таки? Всё-таки да. Показывает прибор. На самом деле, если бы вы не сказали вашего имени, то путём подбора, называния разных, мы бы всё равно выяснили рано или поздно, как вас зовут. Ну что ж, спасибо большое. У нас сегодня в студии была психолог Леся Сергеенко, руководитель Амурского центра детекции лжи и прикладной психологии из города Свободного. Мы говорили о том, как работает полиграф, о том, что он действительно, как нам не было проверено, работает отлично. Продолжение следует...